Погоня за правонарушителями. В выходные патрульная полиция задержала преступную группировку. Для проведения спецоперации были привлечены 11 экипажей. Последний грабеж перед поимкой злоумышленников был совершен в Хортицком районе Запорожья. Оттуда и началось преследование. Обезвредить подозреваемых удалось на улице независимой Украины. Операция прошла успешно. Троих мужчин доставили в Днепровский отдел полиции. До нас вернулись работники отдела карного розшуку Днепровского отдела полиции. И попросили помочь затримать группу людей, которые подозреваются о ускорении разбойных нападов и грабежей на территории нашего города. Вчера они ускорили черговый грабеж и была подозрева, что у них может быть о себе оружие. Поэтому учили самую патрульную полицию. Они просто стали аварийно опасными. Во время порыва ветра вловаются, сухие деревья падают. Здесь дети ходят, старики. Были позывы, когда ветки падали. Просто при людях. Ждать, когда кому-то на голову упадет. Поэтому приняли такое решение. Трагедия, которая навсегда останется в памяти. 26 ноября вся страна почтила память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Искусственно созданный коммунистической властью массовый голод унес жизни миллионов людей. Запорожцы также отдали дань памяти погибшим. Зажженные свечи, цветы и колоски пшеницы. Почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов собрались по традиции возле памятного знака. Одно из самых жестоких преступлений 20 века унесло жизни миллионов. Трагедия не обошла стороной и десятки тысяч жителей Запорожской области. Мама жила на границе с Воронежской областью. И они ходили туда. Там можно было что-то попросить есть. Пошли с бабушей туда. И бабушка осла, была сидела, а дети просили. Когда они вернулись через какое-то время, бабуши уже не было. Ее живем забрали на подводу и закопали. Больше они ее не хотели. Отдать дань памяти жертвам Голодомора пришли сотни запорожцев. Среди них студенты, общественные активисты, представители местной власти и крупных промышленных предприятий региона. Трагедия никого не оставила равнодушным. Поминаем людей, которые погибли, потому что государство не смогло их накормить просто куском хлеба. И эти трагические события, мы прекрасно понимаем, что они произошли не случайно. Эта трагедия была целенаправленной акцией тоталерного режима. И, к сожалению, на Украине целая волна акций прошла для того, чтобы уничтожить население Украины. О целенаправленном уничтожении нации говорит и голод 1946-1947 годов, который также унес жизни украинцев. В жизни Любови Грица эта беда стала частью детских воспоминаний. Я помню, как собирали галушки на горе. Мы уже как уехали в село родители, так в селе и жили. Собирали бабки, собирали оладушки пекли с листа береста. Там чуть-чуть кукурузной крупы добавляли, и лист береста, и пекли оладушки. Вот так вот выживали. Вместе со всеми украинцами ровно в 16 часов запорожцы зажгли свечи и минутой молчания почтили память жертв Голодомора. После этого священнослужители разных конфессий провели молебен. Каждый мог помолиться за души тех, кто навсегда отошел в вечность. Святый Боже, святый крепкий, святый безмертный, помилуй нас. В завершении митинга реквейма запорожца возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора. Мы пережили это именно благодаря тому, что у нас очень сильная генетика. И особенным маркером этой генетики есть мощность, есть любовь, не вышеркная любовь к родной земле. Поэтому мы, вот, подивите, сколько сегодня людей, мы гуртуемся, мы объединяемся за для того, чтобы памятать и побудовать действенную митину. Украину. Ответственность каждого из нас, гражданская и должностных лиц, органов местного самоуправления, государственной власти, не допустить повторения таких ситуаций в нашей стране, таких трагедий. Мария Маракелян, Андрей Снесаренко, ТВ5. Быть волонтером – это мастерство. В этом убедились и участники школы волонтеров, которая проходила на протяжении трех дней в Запорожье. Это третий этап проекта. Первый и второй прошли в Харькове и Днепре. Школа волонтеров собрала общественных деятелей, представителей местной власти, педагогов, психологов и студентов. Присоединилась к ним и Мария Маракелян. Ваше степельное решение. Пробуем. Пробуем у меня, но у меня его нет. Привести аргументы, контраргументы и главное найти компромисс – это лишь малая часть того, чему обучают в школе волонтеров. Цель данного проекта – популяризация идей волонтерства, а также решение проблем недостаточно теоретической и практической подготовки. Не все волонтеры, например, знают, что у нас в Украине есть закон, который регулирует волонтерскую деятельность в Украине. Мы были удивлены. Недостатка возможная количество инструментов, за помощью которых можно залучать людей, и за помощью которых можно, скажем так, сприяти развитию у участников школы волонтеров, появление новых инструментов. В Запорожье школа волонтеров собрала около 40 участников. Среди них психологи, педагоги, общественные деятели и студенты. Для них организаторы подготовили насыщенную трехдневную программу – лекции, тренинги, тестирование, деловые и ролевые игры. С тренингами знакома давно, принимала участие давно. Это новый опыт, это интересно. Здесь скорее интересно направление коммуникативное, направление социальное. Мне нравится психология, поэтому я тоже предпочитаю общаться с людьми, находить новые способы, находить новые моменты вывождения людей на контакт с собой. Я бы хотела помогать детям, не только детям, но еще и матерям-одиночкам, отцам-одиночкам, приемным и неблагополучным семьям. Собирайте, помогайте деньги на операции больным людям, очень часто слышала это, очень часто сталкиваюсь. Среди участников мы нашли и тех, для кого школа волонтеров не в новинку. Наталья Заверико вспоминает, как подобный проект организовывали в конце 90-х. Правда, волонтерами тогда еще не назывались, да и масштабы движения были куда скромнее. Сегодня все по-другому. Это вообще какой-то феномен, наверное, в Украине, потому что сегодня не только события на Востоке активизировали поддержку воинам, а то переселенцам, детям, но и вообще активизировали общественную жизнь. Кроме полезного опыта новых знакомств, школа волонтеров стала также площадкой для эффективного диалога между общественниками и представителями местной власти. В системе образования города Запорожье происходит огромное количество инициатив и акций, которые исходят не только от педагогической общественности, но и от самих учащихся и родителей. И задача городской власти, задача департамента образования города Запорожье – максимально создать условия для поддержания такого волонтерского движения. В скором времени стать участниками школы волонтеров смогут жители Краматорска и Северодонецка. Мария Маракелян, Андрей Снесаренко, ТВ5. Открытка активисту. В областной универсальной научной библиотеке прошла акция по сбору приветственных открыток и писем Александру Кольченко, осужденному в Российской Федерации украинцу. Такое мероприятие организаторы решили провести в честь Дня рождения активиста и тем самым поддержать его. Подробнее смотрите в сюжете Седония Ракелян. Александр Кольченко 26 ноября исполнилось 27 лет, но, к сожалению, их он встретил в тюрьме. Украинский активист еще в 2014 году был арестован Федеральной службой безопасности России по обвинению в терроризме. Это левый анархист, экоактивист, крымский, который был виноват в организации выбора офиса Единой России и затриман в древнем 2014 году. Активиста посадили на 10 лет. Сам он называет поджог двери офиса своеобразным жестом протеста той власти, которая пришла. Наша миссия в том, чтобы справа была переглянута и был справедливый вырок. То есть, как считает сам Александр, и спираясь на его слова, это политически мотивованный вырок. Чтобы поддержать Александра, общественники призывают написать ему поздравительные открытки. Можно поддерживать его морально, потому что слова важны очень много. На самом деле, надселивая эту листовку, мы выявляем какую-то солидарность и небоедушность к нему. Одной из первых, кто присоединился к акции, стала ада. Не отчаяниваться ни в коем случае, что мы все с ним, все понимаем, как им сложно, но мы имеем надежды, что наши листи будут поддержкой, даже если мы не знакомы, то это будет поддержкой от незнакомых людей. После сбора всех открыток, Amnesty International в Украине передаст их Александру. Сидония Ракелян, Сергей Чалый, ТВ5. Четвертая эстетская суббота прошла в галерее «Бараник». Беседы на тему искусства провели культурные деятели Запорожья. Подробности мероприятия далее. Вечер эстетская суббота открыла главная художница театра молодежи и обладательница ордена княгини Ольги третьей степени Татьяна Власенко. Она готова делиться тем, что накопила в процессе 23 лет работы в театре. Сценография, она совершенно абсолютно неотделима от театра, понятное дело, потому что это визуальный образ представления, который художник-сценограф, чем он занимается, он создаёт визуальный образ. Это очень много, потому что вообще зрители считывают 80% глазами. Поэтому каким запомнится тот или иной спектакль, ложится на плечи именно сценографа. Это то, что на сцене декорации, сценография, то, что он придумал, костюмы, в чём одеты актёры или действующие лица, световое оформление обязательно. Беседу на тему особенностей оформления спектаклей и способами её подачи Татьяна в рамках эстетской субботы проводит впервые. Говорит, это хорошая возможность для тех, кто хочет себя попробовать в новом амплуа. Такие беседы как нельзя лучше могут сложить общее видение профессии. Художнику надо сразу понимать то, что занимается театром, что это не номер первый, а один в ряду. Это командная работа, этим очень интересно. И очень сильно отличается от других видов изобразительного искусства. Идея проводить подобные встречи с деятелями искусства пришла именно Юрию Бараннику. В его списке более 70 интересных личностей. С четырех до пяти – изобразительное искусство, с пяти до шести – это жанр музыки, с шести до семи – это вербальный жанр, поэзия, презентация книги, немножко кино, может документально. А в следующую субботу будут говорить о студийной фотографии и джаз-клубе 90-х. Каждый желающий может прийти в 16 часов в галерею Баранники и абсолютно бесплатно принять участие. Евгения Алиси, Доня Ракелянь, Сергей Чалый, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 мы расскажем больше интересных новостей. На чьей стороне правда не имеет значения, если вода продолжает течь. Жители Запорожья борются с коммунальщиками. Оскар по-украински. 129 членов жюри и 307 заявок. Кто поборется за статуэтки национальной премии «Телетриумф» уже известно. Вернулись ни с чем. Баскетбольный клуб «Запорожье ЗОК» проиграл гостевые матчи. Какое полезное французское блюдо приготовит телеведущая Наталья Зайченко на кухне Дмитрия Шендрика. Узнайте в программе «Винегрет-шоу» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте. А мы с вами увидимся уже в 19.00.